Смотри, ты, по-моему, кстати, на семинаре не участвовал, на котором я рассказывал уже, но тема соотношения логики и онтологии в некоторые аспекты. На самом деле, сама тема будет простая, но из-за этого почему-то будут следовать глобальные выводы, это немного странно, поэтому это хочется обсудить. Изначально из курса логики или просто из логики исследует, что мир всегда можно разбить по любому параметру. Мир – это все, что только есть, любые объекты, это и чувственные объекты, и мысленные объекты, и существующие и несуществующие значения не важны, никакого значения не имеет. Все, что только есть, можно разбить по любому параметру на два таких класса. всегда, где а – объединение с не а, где а – любой параметр. Ну вот, например, стандартный пример, связанный со светом. Мы берем белый цвет, тогда все разделяется на белый и не белый. Мы вообще весь мир можем разбить на белый и не белый, вроде такое глупое разбиение и ни к чему не обязывающее, но тем не менее, как будет показано в дальнейшем, из него достаточно глобальные выводы делает. причем, я сегодня на этой теме останавливаться не буду, из этой формулы при определенного рода истолковании будут следовать очень интересные выводы для теории марсизма. Получится так, что теория марсизма в чем-то даже не обоснована. Потому что, ну ладно, это как бы отдельная тема, да? Так вот, что тут интересно? Интересно то, что, помнишь философию Парменида, да? Вот, если взять примеры того, как она реализуется. Вот, Парменид. Он же как рассуждает? Он говорит, что все, опять же, весь мир разбивается на бытие и небытие. Небытие – нет. Ну, как он говорит, что это бытие есть, небытие – нет. Значит, все есть бытие. То есть, весь мир есть бытие. То есть, вот такая совершенно тривиальная философия, но, конечно же, у него она изложена не в такой простой форме, да? Просто здесь изложено более кратко. Да, логический смысл. Логический смысл, да, изложен. Самое смешное, что вот это вот, буквально, вот, есть некий параметр, просто есть некий вырожденный параметр, специфический, по которому, например, если мы разбиваем белые и небелые, то небелые какое-то существует – черный, синий и прочее. А вот небытия ни в каком смысле нет. И вот, получается, вот такая параметрская философия. Еще есть одна, еще одна из любопытных такой реализаций – это философия Фихта. Я беру Фихта, хотя, на самом деле, можно было бы говорить и о Канте, и о Гегеле, но там более сложно надо пояснять. Фихта ввел такое понятие «я», и весь мир у него как бы разбился на «я» и «не я». Ну, и, как бы, из этого дальше там у него следует многие выводы строят всю новуку учений из того, что «я» сначала полагает себя, а потом «я» полагает, как бы, «не я» и прочее, и прочее. У него целая система. Ну, вот такие смешные примеры. В чем проблематика, о которой я хотел говорить сегодня? Собственно, здесь пока я уже об этом говорил, я просто тебе напомнил, да? В чем проблематика, о которой мы будем сегодня говорить, она состоит в следующем. Вот есть такая странная вещь, как рассуждает Фарменник. Он говорит, что бытие есть, небытие нет. И получается, что он одновременно вот небытие, небытие… Он сначала первым шагом, он его полагает, а вторым шагом он его отрицает. Согласитесь, что движение странное. То есть, он полагает того, чего нет, а потом его отрицают. Странность движения состоит в том, что оно и не возникнуть было бы, по идее, в логике, не должно было бы возникнуть. Если… Ну, как, это же… Фактически, он сначала полагает того, чего не возникнуть не могло, а потом его отрицает. Значит, вот я вот хочу вот просто за это зацепиться, что здесь есть на самом деле вот то зерно, о котором я буду сегодня говорить, да? И оно, на самом деле, вот эта вот необходимость небытия, оно именно возникает из такого разбиения. Потому что это разбиение является полным, то есть весь мир так разбивается на все. Да, и это из-за того, что здесь возник… Из-за полноты возникает такая странность, что приходится говорить о небытии. Вот давай как бы об этом вот немножко издалека поговорим, да? Вот есть два термина таких – контрарные и контрадикторные различия. В прошлый раз я об этом говорил, но как бы там оно на самом деле звучит не очень… на слух не очень воспринимается удача, да? Поэтому можно говорить так вот, что есть вот такое разбиение, да? Разбиение дуальное. При чем? На чем основано такое дуальное разбиение? Оно основано на том, что есть некое содержательное есть только Б. Вот Б – оно содержательное. Ну, например, я сказал белое. А вот небы уже не содержательное никак. Вообще даже не важно. Есть оно небы, да. Есть оно небы или нет. Фактически все, что есть, это есть некое Б как параметр и отрицание. И все строится, на самом деле, исходя из вот этого. Да? Фактически монизм, который получается в итоге, он уже содержится здесь. Я монизм имею в виду не связанный с бытием, а связанный в принципе с тем, что когда мы разбиваем по какому-то параметру, даже если смотреть по значкам, да, то у нас на самом деле все упирается в нечто одно. И не мудрено потом, что в итоге везде возникает некая как бы вот логика одного, логика единства. А на самом деле ведь в общем случае, смотри, в общем случае, различие, например, должно было бы выглядеть так, что А объединяется с Б, объединяется с С, объединяется там с Д, ну и теоретически до бесконечности. Например, цвета. Ну сколько спектр цветов там? Вот есть стандартный, сколько? 7 цветов, да, по-моему, которые считаются стандартными там, красный, оранжевый, там, синий и прочее. Ну ведь между ними еще куча цветов. То есть фактически вот этот ряд, он бесконечен. Понятное дело, что здесь есть некий параметр общий, да? То, что мы называем цветом, да? Может под понятием цвет как бы сразу все это объединяет. Но! Ну появится другое понятие там, не знаю, цвет, размер, масса, форма и так далее. Вот, хороший разговор, да. То есть на самом деле, если мы всегда начинаем говорить, ведь мир-то многообразный. Вот здесь на самом деле, в таком разбиении, весь мир эллиминирован как чему-то одному. Ведь взято, вот выделено нечто одно. Вот мир как бы представляет... Другое общее. Да, вот представляет такое многообразие, совершенно там, это, ну, совершенно богатое там, по своей природе, по своим этим составляющим компонентам, да? А тут взято что-то одно, и все остальное просто как в тени стоит. И все. Вот есть одно это как бы, а остальное просто не важно. То есть это некая процедура такая как бы абстрагирована. То есть вот здесь она сразу возникла. А ведь на самом деле надо было бы записать это вот так. Не уводить все в тени, оно должно было бы как-то так записано. Причем, я здесь взял по параметру по цвету, но фактически можно же просто, там, он, как ты правильно говоришь, имеет форму, там, допустим, там... По всем формам чувств, да. По всем формам чувств, да. Много параметров. Вот, допустим, как в этой... Есть категория Аристотеля. Допустим, поразбить по категориям Аристотеля, да, там, разбиение. Ведь, вот эта вот полнота, которая здесь есть, как я потом покажу, она есть нечто, на самом деле, идеологическое. Полнота есть нечто манипуляционное. Зачем? Почему вообще... То есть, когда мы пишем, когда мы пишем самую первую формулу, мы изначально, сначала присваиваем АА какое-то... По каким-то критериям присваиваем А содержание. Ну, мы ему просто... То есть, говорим А, это не просто А, а мы уже подразумеваем под А что-то. Ну, вот смотри... Заранее. Да, да, вот. Смотри, в чем состоит манипулятивность. Вот, допустим, берем выборы. Самый известный способ, когда людьми манипулируют. Людям предлагается дилемма. Типа там, допустим, какая-то дилемма, там, допустим, выбираете там кандидата Б или проиграете. То есть, или не Б. Да? То есть, тут проигрыш, а тут, допустим, кандидат. Не просто выигрыш, нет, тут выигрыш, но под выигрышем подразумевается кандидат. Да. Но самое важное, что здесь, что вот это вот некий манипулятивный выбор. Тебе предлагают некий выбор, который, на самом деле, не выбор. Тебе навязывают некую содержательность Б, например, какой-то кандидат, да? Да. Кандидат. А противоположность ему ставят не какого-то другого кандидата, как должно было быть. Потому что ряд же должен быть однородный. Должен быть Б1, Б2 и так далее, да? Кандидатов должно быть много. А тебе предлагают кандидат, либо ты просто проигрываешь. То есть, иначе говоря, его разбивает кандидат и все остальное. И все остальное говорит, что это плохо. Выбирайте этого кандидата. Поэтому вот это вот разбиение, полнота, она именно имеет характер манипулятивный. В ней проглядывает манипулятивность именно в том смысле, что тебе высвечивают, как вот я здесь сказал, вот эту кандидатуру. А все остальное выводит в тени. Вот это все в тени. Тебе даже вопрос не стоит о том, что это такое. Тебе говорят, что это просто плохо там. Как-то. Тебе... Причем важно очень вот это вообще никак не высвечивать. Просто говорить, что все остальное просто неправильно. Сюда не смотрите. Вот, вот, смотри сюда. Как бы, понимаешь, получается, что как будто бы тебе все закрывает на все остальное. Тебе говорят, вот есть вот это вот, сюда вот прожектор лучше дает, а все остальное это не важно. Вот манипулятивный характер. Дело в том, что это связано с властью. Я потом это дальше буду показывать, почему это связано с властью. И это, собственно, и есть тема сегодняшняя. Я хотел показать, на самом деле, что вот такое разбиение, оно связано с тем, как у нас функционирует власть. Власть не в смысле выборов, а в смысле даже философии. В смысле самых последних высот мыслей. Так, ну да, на самом деле, я просто подумал, давайте, да-да, про власть. Действительно, сейчас вот такой разговор зашел. В чем тут состоит вся, вот, если вспомнить философов древних, десократиков, у них было 4 стихии. 4 стихии. И древние философы, они рассуждали так, что вот мир состоит вот из этих стихий, 1 стихия, 2 стихии, 4 стихии это какие? Это вода, земля, огонь и воздух. Вот, они объединены. И, собственно, составляет весь мир. Ну, это разбиение, я не говорю, что оно является прям таким суперреальным, но оно в каком-то смысле очевидно. Действительно, нам либо твердая, либо вода. Основанная, она просто нащемитаяся некая. Вот, и на самом деле, чем занимались десократики? Они пытались все свести к какому-то одному началу. Они, например, говорили, что вот вода, все сводится к воде. Они говорили тогда вот так разбивали, что С1 и все остальное. То есть, вот они вот эту вот всю троицу как бы записывали как не С1. И оно как бы на самом деле есть просто порождение того же самого С1. Ну, значит, фактически манипулировали. Да. Так самое, знаешь, манипулировали это ладно. Может, они это делали непроизвольно. Дело в том, что Аристотель, когда описывает этих десократиков, там, этих, там, Фарфолеса, Анаксагора, там, Анаксимена, там и прочих, да, там. Он, на самом деле, указывает на то, что вот у них вот это вот начало, которое они выделяли, оно называет его архе. То есть, властвующее начало. Властвующее. Архе буквально, допустим, архонт, это властитель, да, там, в Афину. То есть, это властвующее начало. То есть, смотри, уже даже у Аристотеля есть понимание, на самом деле, что вот есть нечто властвующее, да. Вот есть, допустим, есть четыре стихи, есть четыре начала, а одно из них является властвующим. Это что означает? Что оно вот так вот, как я говорил, высвечивается, да, оно просто является главным. А все остальное является инаковением. Оно не существенное, оно просто уходит вот в эту вот периферию. Вот у нас есть фокус, как бы, да, вот это фокус. Все остальное в периферии, оно просто не существенное. Оно и есть инаковение воды, как, например, как у Фареса, да. Все из воды в воду. То есть вода есть, как потом говорил Гегель, вода есть сущность, сущность всего, а все остальное является это способом, каким существует вода. Вода существует как земля, когда затвердевает, ну, ведь, например, это лед, допустим, когда она испаряется, она как воздух, ну, там как-то как огонь, наверное, еще можно как-то придумать. Это несущественно. Вот. Так сам факт состоит в том, что уже в философии проглядывает вот это вот понимание, на самом деле, что здесь вот присутствует некое манипулятивное начало. Когда мы, вот такое вот различие, которое разбивается мир по многообразным параметрам, да, он на самом деле, естественно, здесь разбит он как бы полно, но если так вдуматься, конечно, здесь можно было бы еще многоточие поставить. А вот такое сведение, есть на самом деле некое манипуляционное сведение. Почему? Потому что одно нечто содержание выпячивается, а все остальное прячется. Теперь другой пример. Вот в современной физике, да, ну, существует, считается, четыре фундаментальных взаимодействия. Это электромагнитное, там, слабое, сильное и... Грэтоцин. Да, Грэтоцин. Ну, как бы, это электромагнитное и слабое вроде как объединили в теорию там Саламо, там, Вангер и Саламо, да, но, как бы, доказать пока не смогли. Какой-то, Вазон Хиггса не смогли найти, да, что-то эту теорию оправдать там доказать. Ну, как бы, нам не существенно, как бы, с точки зрения самой физики. Существенно другое. Существенно, что, опять же, весь мир, да, можно поделить по этим, да, вот. Опять же, вот есть некая четверка, как бы, вот, фундаментальных, фундаментальных этих, ну, полей, можно сказать, да? Полей. И реально, как бы, стоит, ведь, назревая задача, объединить все эти поля в некой единой теории. Полей. Как бы, есть поле и не поле. Нет, нет, дело не в этом, суть состоит в том, что откуда берется такое желание все объединить нечто одно. Почему мы должны стремиться к какой-то вот единой теории? Единой. Почему? Вот, понимаешь, я хочу осмыслить, откуда берется вообще сама интенция к единству. Понимаешь? Это я просто пример беру. К уменьшаю, не понравится. Теперь мы берем, допустим, богословие. Опять же, богословие берем. Опять же, та же тенденция. Что происходит в богословии? В богословии весь мир разбивается на Бог и не Бога, да? Ну, то есть, мир, собственно. Опять та же самая дилемма, да? Ну, здесь, конечно, у богословов не так просто, как бы, в некотором приближении это пишем, да? Но приближение в том самом, как это излагается, что Бог создал мир, да? Потому что вначале бы надо было писать, что только Бог есть, а потом уже, как бы, и мир тоже, как бы, в Бога втягивается, но, например... Да, да, существует только Бог и мир. Да, но в каком-то отношении, как бы, действительно, Бог и мир разбивается, потому что Бог не сводим к миру, и мир, как бы, от Бога, как бы, отличен. Иначе, если мир, как бы, втянут в Бога, как бы, ну, это тоже может, такое тоже богословие возможно. Ну, мы, как бы, об этом сейчас не будем говорить, да? То есть, вот здесь та же самая дилемма, да? Опять же, вот стремление всё свести к какому-то единству. Ну, в данном случае, это единство, как бы, вот это Бог, да? Абсолютно. И он у нас здесь реализуется, потому что всё есть... Ну, как бы, Абсолют действительно есть всё, потому что Бог создаёт мир из ничего. И был Бог, как бы, и он создал мир из ничего. В любом случае, вот, везде вот эта, работает вот эта вот формула. И эта формула, она именно является, в некоем смысле, властвующей формулой. Вот если смотреть на богословие, то ведь как возникает идея Бога? Идея Бога возникает, как идея Творца, да? А на самом деле, идея Творца – это идея власти. Опять же, что такое Творец? Творец – это то, что он созидает, тварь, он на дне власти. Да, просто абсолютная власть. Что такое абсолютная власть? Это вот творчество. Творец – абсолютно власть на Творение. А мне кажется, может быть, не совсем. Я думаю, что, может быть, изначально понятие Бога было не как Творца, а как... Как власть? Что-то другое. Что-то, что выше. Что управляет, но не как то, что... Я думаю, вряд ли человек изначально осознавал, что Бог создаёт мир. Просто он Бог, который управляет миром, скорее. По поводу создания это, может быть, потом уже возникло, как логическое размышление. Мир существует – откуда он взялся? Не, знаешь, в чём проблема? Почему вот, когда я так записал формулу, я начал затрудняться? Дело не в том, что, как бы... Ну, это просто замечание. Ну, я понимаю, да. Просто, в чём тут затруднение идет состоит? То, что, если я Бога ставлю на один уровень с миром, да? Если я абсолютно ставлю с миром, то я их сопоставляю, да, и абсолютно точно так же стану сограниченным. То, что, поэтому, как бы, вот такая запись, конечно, она лукавая такая запись. Да, именно по отношению к Богу конкретно? Да, именно по отношению к богословию. Ну, просто мне для того, чтобы сравнить линию, собственно, да, мне просто важно было это записать. Похоже, да. Мир является самим Богом, да, да. Да, но это, как бы, вот, между прочим, когда мир является самим Богом, это уже есть языч. То есть, христианство, в принципе, мир и Бог, они вот так различны. То есть, мир, как бы, очень... Да, это принципиально отличие от Бога. Ну, вот это какие-то были примеры для того, чтобы... Ну, это говорит о том, что, действительно, человечество, для человечества вот это вот разделение на ад и не а, оно принципиально, фундаментальное. Так, а подумай, оно настолько простое? Ну, простое, да. Смешно-то в чем состоит, что оно очень простое. Дело в том, что в силу того, что оно логическое, да, и в силу того, что оно, как бы, ну, просто, очевидно, абсолютное, да, как бы... Слоится сознанием. Всего это, я боюсь, что оно является просто конструкцией, которой мы мыслим. Потому что вот здесь вот этот дуализм, да, который здесь присутствует, у нас даже ведь логика какая? Вот вот, что такое наша логика? Она же двухзначная, да? Что такое двухзначная логика? Да, нет. Вот, туда, нет. А лучше писать так. Вот, а равно не, не а. Понимаешь? Вот это вот, что значит двузначная логика? Это означает, что когда мы вот так вот записываем, возникает вот это взаимоисключение. То есть мы каждый раз, вот если рисовать это в виде, вот представьте себе, что это все поле возможностей, да? Мы рисуем вот здесь А, это вот диаграмма Эллер, да? А здесь не А. И все поле возможностей покрывается. И когда мы отрицаем, мы переходим сюда. Когда мы отрицаем это, мы переходим сюда. То есть взаимоисключение. В общем, в этом смысле они эквивалентны. Проблема в чем состоит? Проблема состоит в том, что вот эту вот границу, да, вот эту границу, которую мы здесь рисуем, в логике она, конечно, проводится, но естественно, логика же, она формально? Ну ее нет, да. А на самом деле, да, я и хотел сказать, что ее провести очень сложно. Только в логике мы можем легко провести границу. Вот, допустим, если мы рисуем субъект-объект... Нет, потому что провести границу, надо ее определить. А определить ее невозможно. Как только мы определяем границу, мы, получается, попадаем либо туда, либо туда, либо ВА, либо в НИА. Нет, вот, например, слово определить здесь имеет, как бы, вот такую неточность, понимаешь? Вот, допустим, смотри, вот, допустим, мы говорим, белый, не белый. А теперь спрашивай, а что является белым? Вот эта доска белая? Ну, допустим, она белая тогда. А вот там, календарь белый, он там с какими-то вкраплениями, там, то ли белый он, то ли не белый. Не важно, что-то берется за основу, а потом пляшется, пляшется... Фишка-то состоит в том, что белого, как и такового, не существует. Белый, это некий... Я же говорил про абстрактность. Да, это мысль, некая абстрактность. Если мы берем конкретный, вообще конкретный белый, то тогда получится так, что конкретное, конкретное, вот это вот маленькое белое и все остальное. Но это глупое деление. Мы ведь хотим разбить по такому параметру, который присущ многим. Мы говорим белое и понимаем прекрасно, что такое примерно белое. То есть мы допустим, белая доска, белый лист, там... Все это как-то белое, но если вдуматься, белая доска, она белизна белого здесь другая, там, температура белого другая, чем температура, там, это, белого листа и так далее. То есть они тоже различные. И вот ты как правильно сказал, определить, что такое определить? А как указать вот это вот разбиение? Вот абстрактно оно есть. Вот если мы исходим из мысли, вот есть два движения, да, вот есть реальность, реальность, а есть как бы вот наше, ну, мышление, да. Вот когда мы из мышления сюда исходим, проблем-то нет. Мы просто говорим по определению, ну, это белое и все. Почему белое? Потому что я решил так. Они как бы, согласились, согласились, все, это белое-белое. Различаются они своей белизной, это несущественно. А когда мы обратно делаем, вот, например, по тому же белому. Это белое или не белое? Задать вопрос, допустим, экскимосу. Утверждается, что они там различают там оттенков белого, там, как сотни, сотни там, сотни там этих оттенков. Ему скажут, что это белое? Он скажет, ну, это вот такой-то белый. А это вообще какой-то такой-то белый. А это вообще какой-то... Понимаешь, получится, что белое-то оказывается каким-то и не белым. И сразу это разбиение превращается в какую-то абстракцию. Вот оно и не изначально абстракция. Нет, оно существует просто. Единственное, что оно существует, применительно к чему? То есть оно существует в принципе, в мышлении. Оно существует как формула. Дальше эту формулу применяем в реальность. Снег там, не снег. Ну, опять же, вот про снег. В мышлении оно существует в общем виде, да. Вот, например, даже взять, допустим, хорошо, белое, это не очень может пример понять. А снег? Снег бывает разный. Бывает снег, допустим, рассыпчатый, бывает... Или бывает снег, допустим, уже подтаявший, почти как вода. Бывает он, как лед, понимаешь? Он такой, ну, еще не лед вроде, но... То есть, состояний того же самого снега тоже много. И как мы будем определять, все это снег или еще не снег? Всякий раз у нас возникнет такая проблема. И вот точно так же... Помнишь, я когда говорил про фихта, что вот он субъект вот этот вот... Я и не я разбивает? Он же вот что делает фихта, да? Он берет вот это... Различие, переводит в такое различие, которое соответствует этому разбиению, да? Я и не я. А на самом деле? Вот как вот тут границу провести? Как ее провести? Потому что я для него это однозначно, это я. Это понятно. А как однозначно? Вот понимаешь, что я? Допустим, вот мы занимаемся этим. Что является я? Скажешь, я это мышление. Так, сознание я? Ну хорошо, я это... И сознание. Хорошо. А чувства твои я? Ну и чувства. А переживания твои я? Ну и переживания. И так далее. И тогда получится. Я понимаю. Я думаю, что фихта не исходит из декартовской позиции мыслительного существуя. Отсюда, соответственно, и я. Что такое и я? Ну, он непосредственно не исходит, но в основе лежит. Не в основе вот этого вот достоверность я лежит? Да, естественно, конечно. Он в основе достоверности, которую осуждает Фихте, естественно, лежит та достоверность, которую установил Декард. В основе философии и Фихте, и Гегеля эта достоверность лежит. Ну, вот, соответственно, это вот то, чего не работает. Причем, как бы, Кант там немножко особняком, как бы, потому что у него там я является вещью непознаваемой. Ну, это как бы особо радует. Вещью в себе является. Но она вещью в себе является, поэтому это специфический разговор. Как бы там, как бы, надо думать. Суть вопроса, в принципе, состоит. Вот это вот разбиение, оно не удается в силу того, что непонятно, как разбивать. И поэтому, на самом деле, надо было бы говорить о том, что вот это вот я, который Фихте, она является декларируемым я. Он берет это я и говорит, что я это вот сумма каких-то там способностей. Допустим, да, там от единицы до я. Вот это я и все. А все остальное, как бы, все остальное, просто отрицание я и все. Вот так он рассуждает. И не парится, понимаешь. Как вот это собирается, от чего. А если вдуматься, на самом деле, как вот это вот, как доказать, что вот эта вот совокупность является не чем-то таким единым. Ведь, на самом деле, вот здесь есть не что иное, как странная вещь. Опять же, если брать это с точки зрения логики, многообразие объединено в единство. Да, вот есть... Слушай, это же фактически одно равняется многому. Да? Это же некий парадокс опять. Тот самый парадокс, как когда-то я говорил, что сначала полагает ничто, то есть не бытие, а потом его отрицают. Или парадокс с Богом. Я, кстати, про парадокс с Богом забыл сказать. Что с Богом обратная ситуация. Бога сначала полагают. Ну, как говорят, например, богослову. Бог есть, а потом приходит атеист и говорит, Бога нет. То есть, он опять что делает? Сначала он Бога полагает, а потом его отрицает. Он, как бы, инверсию совершает того, что происходит с не бытием. Сам факт. Откуда вообще такие вещи происходят? Только из того, что логика двузначна. Вот, вот. Вот формула вот эта вот. Она у нас сидит в качестве некой основы, на которую мы постоянно опираемся и с помощью которой мы оперируем. Она является некой, ну, как сказать, установкой нашей. Это, кстати, может быть, следствием того, что мы не можем то, как говорили «я» определить. Помнишь, у нас были лекции, что ты говоришь, что «я» мы не можем определить, «я» это есть. Я сейчас об этом же говорю просто с другого конца. А поскольку мы сами себя не можем обрить, у нас получается только двузначное. То есть, либо с одной стороны, либо с той стороны. Да. Причем, на самом деле, двузначность настолько существенна, что я боюсь, что даже когда я сейчас рассуждаю, я все равно держу стермины двузначных. Ну, да. Потому что современная логика, она пыталась вводить трехзначных. Когда вот эта формула не действует, допустим, есть некая логика, которой сводится не истинный ложь, но здесь истинный ложь. Двузначная логика. То есть, переменная «a» пробегает два значения. Сейчас, если говорить о том, что это осуждение, мы говорили о том, что здесь это разбиение понятия, а вот сейчас перешли, допустим, к двузначной логике. И еще тут уже осуждение. То есть, переменная «a», она пробегает два параметра. Истина и ложь. Истина и ложь. Да? А на самом деле, в принципе, можно уже обобщить и считать, что «a» пробегает, допустим, три параметра. Допустим, истина-1, истина-2 и ложь. И вот уже в такой логике уже никаких таких вот вещей, связанных с бытием и вся наша… А там разве существует ложь? Или там есть только истина? А, ты прав. Вот ты молодец. Здесь просто истина-1, истина-2, истина-3. Все правильно. Потому что что такое ложь? Ты вот все правильно говоришь. Когда не истина-1, это будет равняться либо истина-2, либо истина-3. Фишка состоит в том, что лжи нет. Потому что ложь у нас получается как отрицание. Вот он, параметр. Однозначно. Да. Правильно. Никакой лжи нет, а есть три истины. Все правильно. И вот как раз в этом и состоит суть, что когда, если мы рассмотрим всю нашу философию теперь, а именно философию Парменида, философию Фихта или богословия, которые все держатся на двузначной логике, с позиции трехзначной логики, то исчезнут все проблемы. Во-первых, исчезнет философия Парменида как такова. Почему? Ну, потому что нет никакого небытия и записать его нельзя. Да? Почему? Потому что весь мир тогда будет разбиваться по параметру. Вот берем параметр, допустим, параметр… Весь мир есть только истина. Нет. Вот получится так, что весь мир будет разбиваться по параметру истины или ложь. То есть истины, да? Вот как нечто, принадлежащее… Ну, давай, нечто, принадлежащее истине 1, истине 2 и как бы истине 3. И из этого нельзя будет никаких выводов сделать. Нельзя сказать, что того нет, чего нет. Все. Вот все, что можешь сказать про меня. Так, а почему нельзя это расширить, то есть 4, 5, 6… Нет, но мы же взяли трехзначную область. Пока. Ну, да. То есть мы взяли всю область и разбили вот на 3 таких области. Пока. То есть здесь мы имеем в виду просто речь о обсуждениях, а здесь речь идет о понятиях, да? Которые как бы принадлежат к этим мистерам. Но я так, может быть, не строго как-то пишу, но смысл в этом состоит. В чем состоит смысл? Все. Пальменида философии нет. Пальменида нет. Нет, да? Фихта нет. Фихта нет. Богословия нет. Все. Закончилась вся классическая философия сразу. Просто простым предположением, что существует не двузначная логика, а трехзначная. Ну, потому что какого вывода отсюда можно сделать? Да никакого нельзя. Не, ну можно объединить и опять вот это здесь написать, что это не… и тем самым что мы докажем? Тем самым докажем, что мы… что вот это вот введение, да, отрицание, то есть когда мы запишем вот так вот, да, это и есть нечто как бы манипуляционное. Это манипуляция. Мы тем самым скрываем истину. Мы опять уводим в тень вот эту вот содержательность. Мы берем нечто одно, ставим как содержательное, и уводим все остальное в тень. Говорим, что это нечто, отрицающее это. Но ведь отрицание, оно содержание никакого не имеет, оно всю содержательность исчерпает только отсюда. То есть мы полностью потеряли всю содержательность вот этого. А почему нельзя сделать не с, не отрицание, а сделать двузначную логику только истинной, либо такая, либо такая истина? А какая разница? Ну вот непонятно. Вот смотри, почему... А, подожди-ка. Ты хочешь сказать, что... Без отрицания. Без отрицания. А вот так? Просто, да. Вот так? Да. А, да. Ну это да, это частный случай. Такой вариант, да. Что вот мы ей тоже получаем. Но надо понимать, что тогда надо доказывать, что она полна. А почему надо доказывать, что полна? Потому что есть понятие отрицания. Она всегда останется в запасе вот это вот, понимаешь, вот эта вот процедура. И мы должны понять теперь, что это такое. Ну это сами, да, как свойство мышления. Это на самом деле, наверное, и здесь присутствует. Надо понять, как это к сюда тоже относится. У нас же получится вот три области. Вот три области, это вот три области, да. Допустим, СУ1, СУ2. Но есть много комбинаций. Мы напишем какую-то одну, да. Допустим, все они просто не пересекающиеся. Тогда надо будет говорить, а вот эта вот общая область, на которой они лежат. Отрицание сразу сюда переходим? Или мы отрицание сюда переходим? Нет, нет, нет. Общей области нет. Мы сразу переходим, если мы отрицаем вот это, переходим либо сюда, либо сюда. Правильно. Вот этого вот нет. Но нарисовать мы это не можем так. Правильно? А почему? Сейчас я, кстати, поясню. Как бы мы сейчас немного прыгаем, но вообще разговор как бы интересный путь. Смотри, что как бы я говорю. Давай как бы попытаемся философию полименитов заложить так, как он ее изложил. Допустим, пускай у нас мир разбивается на бытие 1, объединяя бытие 2, объединяя бытие 3 и бытие 4. Ну, допустим, по 4 стихии. Каждая стихия соответствует своей бытии. Вот. Вот мы полностью разбили. Тогда получается, как ты говоришь. Отрицание бытия 1 есть не что иное, как никакое небытие. Это как бы небытие, небытие 1. Но небытие 1 есть переход к бытию либо 2, либо 3, либо 4. Правильно? Если мы отрицаем одну стихию, мы не попадаем в небытие. Небытия как бы и нет его. А мы просто переходим в эти, и так же с любым значком. Тут на самом деле любой значок можно поставить, и всегда будет вот такой переход. Ну, сюда можно поставить значок не перед всеми четырьмя. Тогда что это такое? То есть, вот типа это правильно. То есть, а что такое вот это, да? Да. Что такое, во-первых, вот такой вопрос. Что такое вот это? А второй вопрос, на самом деле, тут еще тоже важный. Второй вопрос состоит в том, что есть ли нечто общее. Вот помнишь, Сократ такой нудный парень был? Он постоянно ходил там, и Финян задирал, в частности софистов, и он везде вопрос стоял так. Вот ты говоришь про красивого мальчика, про красивый стул, про красивый стол. А есть нечто общее, как красота, как таковая. Да, и вот здесь точно так же можно задать. А вот есть ли вообще, да, есть ли бытие как таковое? Как бы родовое бытие для всех этих, родовое. Стол есть, стул есть, а если что, что их объединяет? Да, родовое понятие. Вот здесь бытие один, бытие четыре, да? А вот есть некое родовое понятие бытие. То есть бытие – это как бы род, который состоит как множество, да? Из видов каких-то. Бытие один, бытие два, там, ну, бытие итое можно написать просто. Бытие итое, да? Где там и пробегает от 1 до 4. Вот так определить его и сказать, ну вот бытие – это род, который вот объединяет все это, да? И тогда вся вот эта наша логика опять вернется. И опять бытие и применит и прочее. Вот проблема состоит в том, я вот утверждаю, что на самом деле вот эта свобода вот перехода вот к такому пониманию всегда будет. Она заложена вообще в возможности нашего мышления. Она недавно реализовалась. И в этом я вижу какую-то манипулятивность. Да, вот я пока как бы не могу последних выводов сделать, но мне кажется, что вот, вообще говоря, вот в попытке вот постоянно перейти вот в это единство, кроется какая-то вот загадка, да, именно мышление нашего. Потому что, казалось бы, если мы… Вот, например, всякая наука, она ведь рассуждает именно в таких терминах. И потому что почему? Потому что она пытается попасть идут реально, ей важно очень, как на самом деле. А на самом деле всегда, допустим, вот как физики, да, вот есть электромагнитные там, вот на это взаимодействие слабые. Мы сначала их разбили, а потом все объединить. Да. То есть на самом деле важно, на самом деле, различие. Для луки важно различие, потому что различие это и есть, собственно, реальное. То есть она хочет, пытается установить, как на самом деле. А вот это есть некое движение отождествления. Отождествления. То есть здесь попытка опять что-то свести к одному. И она на самом деле… Такая возможность всегда есть, всегда можно задать вопрос об этом. И этот вопрос решается двумя способами. Вот. Современная философия решает следующий способ. Во-первых, можно сказать… Можно сказать… Мы решаем пока второй вопрос. Что B1, ну и там все остальные, да, точнее, Битый, давайте напишем, несоизмеримы. Это что означает? Это означает, что их сравнить просто нельзя. Просто некорректно. Разговор в современной философии выглядит так, что вот есть некие дискурсы, да, допустим… Или говорят про некую культуру, да, вот такой культурный подход. Вот если японская культура, то есть, допустим, европейская культура. Они как бы несоизмеримы, да. Вот, то есть, что-то общее там присутствует, да, как бы там, но на самом деле… Общий носитель, человек. Да. Ну, что-то говорю. Естественно, поскольку вообще это мы называем словом культура, мы уже что-то объединили, понимаешь. Просто… Ну, в принципе, они несоизмеримы. Их невозможно сопоставить. Точно так же, если опять же брать физику, вот эти четыре фундаментальных взаимодействия, да, ну, допустим, слабо оставим электромагнитное и гравитационное, да, там. Это да… То есть тоже непонятно, как соизмерить. Как их сочелинять, что с ними делать, допустим, непонятно, да. Или там, квантовые релативические представления, они… Как их вот сводить в одно… Тоже непонятно. Они принципиально несводимы. Принципиально несводимы. Вот это вот есть некая несоизмеримость. Вот если мы говорю про несоизмеримость, тогда вообще мы не сможем сказать, что есть некое бытие, как род. Потому что род, это как раз способ каким, к чему-то сводится. Ну, например, род столов, или род собак. Все собаки, у них есть некие общие признаки, да? Их можно поставить на эти общие признаки и сказать, что по этим признакам они объединяются в некий рот. Когда мы придем к бесконечности, у нас получится, что, ну, бесконечность. Вопрос о бесконечности правильный, потому что на самом деле, вот тут 4 я поставил, а как далеко уходит? Ну да. Я говорю о том, что на самом деле всегда возникает проблема полноты. Проблема полноты. Что такое проблема полноты? Вообще человек всегда хочет, ну, вот я говорил о проблеме истины. Откуда вообще взялась проблема истины? Вот когда у нас была двузначная логика, у нас была истина и ложь. И проблема истины именно потому возникла, что как бы ложь чем-то плоха. Ну, всегда ложь это плохо. И нам хочется истины, а поскольку истина остается одна, то как бы вот возникает проблема истины. И эта истина изыскивается, почему она остается одна? Потому что в полноте существовало только два, две возможности, либо истины, либо ложь. Теперь, когда у нас, допустим, бытий много или там истин много, у нас проблем истины не возникает. В дискурсивной логике, или в логике культурологической, да, в нем получается так, что вот есть такие несоизмеримые области, да, там, допустим, истина одна, истина вторая, истина третья, и ну, и так далее, да. И каждая истина, она с другой истиной живет рядом. Они друг другу никак не противоречат в том смысле, что просто они несоизмеримы. Как их соизмерить? Допустим, если брать дискурсы, да, вот есть, допустим, дискурс политический, да, а есть, допустим, дискурс красоты, да, а есть, там, дискурс, там, не знаю, там, знания, ну, там, дискурс этики, да, ну, допустим, прежде всего дискурс политический красоты, как их соизмерить? Ну, как политика, это там, как связано с властью красоты, красота связана с красотой. Это совершенно разные дискурсы, понимаешь? Как их соизмерять? Как их вообще поставить на единую почву? Как их объединять? Как? Их непонятно, как объединять? И вообще нужно ли их объединять? Вот, например, классическая философия, она считала и ставила себе этой задачей, что объединить все знания в единичные едины. Как вот Фихт наукоучения строил, Гегель строил систему наук, и вообще задача объединения всего, она была очень важна. И причем, откуда она взялась? Вот если почитать Гегеля внимательно, у него есть там такие прочувственные сроки, что когда, допустим, философ, ну или вообще человек, который имеет, ну, как бы, ну, когда философ обращается к истине, у него там в душе какие-то возникают особого рода переживания, потому что вот истина это такая вещь там важная и так далее. Но если истин много, нет никакой одной истины. Если сама структура реальности так устроена, что вот она представляет собой, скорее, вот многообразие каких-то областей, которые нельзя поставить в нечто единое, соизмерить. Я говорю, как физики. Физики — это фундаментальные взаимодействия, да, там, которые в принципе не состыкованы, там, допустим, в философии различные дискурсы, там, в культуре, там, опять же, различные культуры, да. И вообще все представляется бы вот это вот множество. В принципе, множественность всего. Если существует такая множественность всего, то на самом деле получается, что вся европейская философия и вся европейская культура — это есть некий только проект власти. Потому что только с позиции власти можно всегда было пытаться эту множественность редуцировать. Вот я сейчас говорю о тех самых выводах, о которых следует из какой-то странного рассуждения, простого совершенно доболюбитого. То есть есть некая репрессия, да, редукция, репрессия. Редукция различия. Принятие множественности, оно ведет к гибели человечества. Ну, в некотором смысле. Это многообразие. Почему гибели-то? Достижение вот этого вот единства, оно как раз приводит к власти. А давай теперь это посмотрим с религиозной позиции. Потому что, когда ты так говоришь с позиции светской, то это... Я с тобой могу что-то согласиться. Потому что, как бы, это получается какое-то атомизированное человечество, да? Вот в этом есть некая неприятность, да, там, как бы, что... Ну, да. Но! Вот теперь, ну, теперь. Но, допустим, возьмем религиозного человека. Есть, допустим, Бог, там, христиан, Аллах, то есть Бог мусульман, Бог иудеев, и каждый считает, что вот этот Бог является истиной. По определению нашей двузначной логики, каждый это отрицает, значит, этот Бог ложный, этот Бог ложный. И наоборот, если Бог мусульман истинно, тогда этот ложный и так далее. Иначе говоря, возникает просто на почве какой-то неправильной логики, возникает борьба людей. То есть люди реально идут нас на смерть друг к другу, потому что они-то считают, христиане считают, что они выстинены, или мусульмане считают, что они выстинены. То есть вот эта простая логика приводит к тому, что люди погибают. Это принятие вот этой множественности, оно приводит к гибели. Так вот, нет, так вот, суть состоит в том, что если бы все люди поняли на самом деле, что мир... Что Бог един? Нет, что Богов много, и надо было правильно сказать Бога, с множественной позиции. Богов много. Бог, это, иудеев, Бог христиан, и Бог мусульман, никак друг другу не противоречит. Три Бога. Понимаешь? И вот, на самом деле, такой проект-то был, языческий, был такой языческий проект. А ты имеешь в виду, что они не противоречат друг другу? Они не соизмеримы. Они не соизмеримы. Их нельзя соизмерить. Но если их нельзя соизмерить, то носители этих идей тоже нельзя соизмерить. И не надо! А если их нельзя соизмерить, как они будут сосуществовать друг другу? Подожди, а как сосуществует японская культура, допустим, и германская? Есть единство каких-то законов. И тут тоже немножко что-то единство есть. Понимаешь, когда я говорю о несоизмеримости, я имею в виду, что вот этой вот логики двухзначной. Их неприменимо к ней. То единство, которое между ними существует, оно позволяет им сосуществовать. Если это единство, если вот это вот различие, оно ведет к борьбе друг другу, то сам понимаешь. Самое-то страшное, понимаешь, как бы мы ни рассуждали, есть реальность некая. И в реальности получается, что наши рассуждения, я уже говорил о том, что мы, когда вот исходим из вот этой логики, да, двузначной, да, из логики противоречия, как ее называют, то мы на самом деле навязываем миру это противоречие. Мы берем некий параметр, говорим, что вот это христианство, обозначаем истиной, значит, все остальное ложь. Ну да, оно ведет, а вот это навязывание этой логики, оно ведет к насилию, к войне, к искажению реальности оно ведет. Но, с другой стороны, опять же, язычество, понимаешь... Я думаю, что возможно существование альтернативно. То есть может существовать и множественность, и двузначность. Борьба между ними уже идет. Какую сторону принять? Мы можем принять эту сторону, мы можем принять... А была такая борьба? Но разницы между ними по большому счету никакой нет. Не-не-не, смотри, была такая борьба. Ну почему-то победила... Вот это Рим, понимаешь, вот это Рим. Почему-то победила именно двузначная логика. А это иудея, понимаешь? Ну почему такое дело в двузначной логике? А потому что она манипулятивная. Почему на выборах побеждает? Так это тоже манипулятивная. Она в рамках своего дискурса, она двузначная. Помнишь, я показал, что перейти к манипулятивной логике, то есть двузначной логике можно в любой момент. Вот тут просто взять опять И. Ну да. Манипуляции на самом деле лежат на поверхности. Вопрос состоит в том, на самом деле, что надо... Недостаточно просто объяснить, что существует вот такое разбиение. Надо на самом деле как-то объяснять, почему так вот нельзя делать. Но я не знаю даже, что тут говорить, понимаешь? Мне кажется, что вот в такой логике, когда мы переходим к такому, то, что называется фанатизм, то, что называется нетерпимость, то, что называется непримиримость, всякого рода насилие и прочее, оно как раз, когда нуждается, понимаешь, что первичнее, насилие на самом деле или логику, или богословие? Возможно, что насилие-то первичнее. И насилие просто... Ей не нужна правда, понимаешь? Ей нужно оправдать свое насилие. То есть насилие хочет оправдать. Каким образом? Они оправдывают, что либо есть истина, либо ложь. Либо ты выстинен, либо ты не выстинен. Либо христианин тебе скажут, ты с нами? Ты христианин? Нет, ну, значит, ты во лжи. Все, можно тебя мочить. Условно говоря. Ну, возможно, просто... Ну, я утрирую, конечно. Возможно, это пошло от того, что, поскольку двузначная логика есть в каждом из этих дискурсов, то, грубо говоря, иудеи, назовем это иудеи, они просто взяли общее это двузначное логико и поставили над множественными дискурсами. И вот эти границы этой двузначной логики, и пытаясь рассуждать как-то более многопараметрово, да, все равно я опять оказываюсь в проблематике. Помнишь, я писал, а как вот с этим быть, да, как быть с отрицанием мира, да, вот как с этим-то быть? Опять же, это откуда она берется? Опять же, вот из двузначной логики. Мир и отрицание. Вот у нас вот есть такая операция отрицания, и поскольку она всегда есть, и ее никак невозможно запретить, то всегда будет вот это, либо М, либо не. И все, и опять двузначность, и опять это, истина, ложь, и прочее, прочее. То есть, в основе нашей, из-за того, что отрицание одно, вот если бы было два вида отрицания, было бы не так. А вот у нас получается, что есть М и отрицание, а почему нельзя сделать М и утверждение, не М? Ну а содержательность, в чем в смысле, допустим, М белая, а это что? Если ты скажешь не белая, ты тогда перейдешь в эту логику. Да не важно. Не-не-не, если только синее, синее скажешь. Вот тут же, тут же все, что не белое, в содержательности здесь никакой нет, а все содержательность не М, содержится в М. Я понимаю. Она щипается отсюда. Помнишь, как вот Гегель говорит? Гегель говорит так, что когда возникает некое отрицание, то это отрицание не представляет собой ничто, а является ничто отрицанием некого содержания, да? Да. То есть и всегда так. И все содержание отрицательности, оно берется из того, что отрицается. Ну давай как бы теперь к этому подойдем. Я сегодня не буду говорить о марксизме. Я думаю, вот если завтра мы будем семинар проводить. Я еще о марксизме расскажу. Тут как бы вообще любопытно будет с марксизмом тоже разобраться в этом основании. Мы просто сейчас попробуем разобраться с богословием. Давай просто вот. Потому что если мы рассуждаем о бытии, то бытии все-таки не в абстрактной категории. Там надо говорить как-то о регионах бытия. А вот с богами прочее. Потому что все-таки такая, во-первых, такая традиция была. Бого многобожия. Представим, что на самом деле весь мир как бы разделяется на бог один, бог два. Ну допустим, пускай будет три бога. Нам достаточно трех. Потому что мы пытаемся избежать двух нашей логики. Сразу возникает вопрос о власти. Почему вообще говоря богословие всегда допускает, что существует один бог? Потому что она говорит так, а если бога три, а бог является всемогущим существом всемогущим, то получается его всемогущество ограничивается, ну соответственно каждого. Единица бога вытекает из его определения. Да, из его определения я хотел сказать. Только просто поясните, что всемогущество, поскольку каждый бытый, любой бытый всемогущий, то отсюда возникает, что может быть только единица. То есть один может быть. Но на самом деле, на самом деле, если мы говорим о том, что каждая область бога незоизмерима с другой, тогда многобожие никак не страдает. Как это можно пояснить? Вот допустим Афродита. Берем просто пример античной философии. Афродита. Она богиня красоты. И вот у нас есть область красота. Красота. Ну, допустим, берем вторую богиню, допустим, Зевса. Вон там, ну, допустим, олицетворение власти. То, что я называл политикой. Я как бы не буду пока брать другие примеры там, чтобы... Нет. Нам достаточно просто двух богинь для того, чтобы их сравнить. Как они соотносятся? Это то же самое сравнение, которое когда я говорил про дискурсы. Они никак не соотносятся. Допустим, для того, чтобы нам это пояснить, вот мы берем какого-то человечка, да? Который поклоняется... То есть, да, всегда есть желание сделать третьего, который был бы над ними двумя глав, который бы содержал и политикой красоты. Всегда. Правильно. Вот в этом всегда существует попытка найти вот это вот основание, да, как я говорю. Вот некое основание общее, единое основание. И если посмотреть всю историю философии... Оно исходит из того, что... Оно исходит из того, что... А и не А. А почему это основание? Это на самом деле пространственная логика. Потому что всякий раз, когда я так рисую, и когда даже так я нарисовал... Если я нарисовал нечто рядом с друг другом, тогда есть общее поле. Если я нарисовал одно в другом, то тем самым одно и являлось общим полем для другого. Просто в конце концов, что если невозможно в принципе нарисовать... А тут общее поле-то нарисовать невозможно, кроме как пространственного представления. Вот есть некое пространственное представление. Я понимаю, о чем я говорю. Пространстве я их нарисовал вместе. А как их объединить? Как мысль. Есть мысль красота, есть мысль благо. Вот смотри. Вот берем... Вот хороший про мысль ты сказал. Только надо было по-другому сказать. Вот Декарт. Он говорит, что есть две субстанции. Субстанция протяженная и субстанция мыслящая. Как их объединить? Где тут общее основание? На самом деле, вот все, что протяженное, да и все, что мысленное, они на самом деле совершенно разные природы. Разные субстанции. И он говорит, что они объединены в Боге. Но ведь это на самом деле его желание, да, что они в Боге объединены. Это некое как бы желаемое... Это мысленный конструкт. А реально ведь они никак не соотносятся. Опять возникло некое различие, не сводимое друг к другу. Вот то самое несоизмеримое различие. И мы вообще сейчас будем говорить в терминах неких несоизмеримостей. И вот я говорю, что вот допустим... Как это понять? Вот человек поклоняется красоте. Это что значит? Он на самом деле живет в неком контексте красоты. Он создает, ну допустим, он мастер, да. Он создает это красивые предметы, да. Он поклоняется красоте, а он там выполняет определенного рода обрядовость. Связанное с красотой. То есть он полностью просто погружен в эту красоту. То есть он погружен в сферу Афродиты. Он полностью как бы отдан Афродите, да? По-моему, так и время так и по-моему не было, что люди, которые поклонялись Афродите, они, наверное, зевца плевали и спаркали. Ну, примерно. Потому что так уж совсем сказать нельзя. Потому что каждый человек на самом деле понимал, что когда он переезжает, там боги делились на боги, связанные с определенного рода аспектом. А были бога места. И когда ты приезжал на другое место, то ты должен был поклониться этому месту. Кто, допустим, приезжал на место, где господствовал бог Гера. И ты как бы в знак почтительности должен был пойти в храм и принести жертву именно местному богу. То есть здесь он был начальником? Да. Это мы об историческом. Мы же пытаемся логические основания этому объяснить. Я просто пытаюсь пояснить, что вот это многобожие, почему-то которое всяческие роды подпорицается, и которым жили древние, оно не является глупым. Оно является на самом деле чем-то, что больше отражает саму реальность. То есть тот, кто поклоняется красоте, да, и вот тот и другой поклоняющийся этому власти. Вот они как бы. Каждый из них никак друг с другом не враждует, потому что у них разные сферы. И они могут даже поменяться местами. Почему? Потому что это разные сферы. Спокойно. Человек, который занимается политикой, может быть художником, допустим, или вообще как-то относиться к сфере красоты. Вот в чем вопрос. Вопрос состоит в том, что эти области, допустим, как вот у нас красота, они просто на друг друга как-то наложены. Если так можно вырезать. Рисовать их надо было бы так, что вот есть некая сфера всего, и на нее уже наложена вторая сфера. А может быть и третья сфера, как вот такой многопространственный блин такой. Да, вот так вот. Потому что все эти точки вот так вот, они прямо вот так вот, насквозь. Они как бы пронизывают все сферы. То есть точка обладает множеством координат. Да. Вот так можно было бы сказать, да. Ну и грубо говоря, как у нас получается с точки зрения математики, у нас есть точка, и у нее есть координаты. У нее есть вот так. Многомерное пространство. Да. Вот многомерное пространство. Именно так. Многомерное пространство. Или как ты начинал говорить. Берем, допустим, ну просто вещь. Да. Какие у вещей есть параметры? Форма. Материя. По крайней мере. Форма материи, да. Соизмерима? Несоизмерима. Ну мы не можем тут ничего сказать. Форма материи. Вот все. Уже больше сказать ничего нельзя. Допустим, берем причины. И мы, допустим, если это берем, можем брать по Аристотелю, и выделить четыре причины. Да, соответственно. И так далее. И везде возникнет некие ряды, такие. Да. Неких несоизмеримых сущностей. Например, десять категорий Аристотеля. Десять категорий Аристотеля. Десять категорий Аристотеля. Ну. И это мы берем логику. Да. А можно брать конкретные области. Правильно? Даже самые простые области. Допустим, как работает человек в какой-нибудь отрасли промышленности. У него тоже есть какие-то свои области несоизмеримые. Понимаешь, вот одно, второе, третье. Допустим, работают, допустим, эти токарные, работы фрезеровочные, там, работы шлифовальные и так далее. Это разные работы. В принципе, станки разные. Все разное. Понимаешь? И принцип разный. Там, токарные работы, там, вращается патрон, как бы, деталь вращается. Например, лазерная обработка. То есть, вообще, в принципе, более наглядно получается. Токарный станок, конкретно, что ты точишь металл, но лазерный, это вообще другая область. Работа с другими, вообще, сущностями. Самое, что важное, лазерная, это все понятно. Самое это важное, что вот в реальности она вот именно такова. Что вот есть некие несоизмеримые вещи, которые мы не можем... Как бы, они связаны благодаря тем, что мы их связываем. А на самом деле, изначально, они несоизмеримые. Они просто вот лежат, как... Вот есть некие возможности наши. И мы эти возможности вот так вот, как бы, нанизываем. Точка многомерного пространства. Точка многомерного пространства. И эту многомерность пространства делаем мы точкой объединения этого. Почему для меня важно... То есть, это мы являемся точкой объединения. Для меня важна красота и власть. Они сами по себе никак не объединены. Они вообще просто в пространстве, как бы, просто живут сами собой. Два мира есть, да? Никак не соотносятся с другими. Я понимаю, да. А мы их вот ставим точку, их объединяем. То есть, мы в данном случае возвращаемся к себе. И поэтому, на самом деле, человек... Я как Мирила... Вот. Человек всегда есть человек властвующий. Мы живем в этом мире властвующим. Тем самым, почему? Вот, есть первый вид власти, когда вот я сказал, что мы вот эту формулу пишем, да? Это самый главный... Вот это есть наш способ властвовать. Но мы властвуем тем способом, что объединяем все вот эти области в одно. Вот только мы можем здесь учредить, учредить, да? То есть, как бы, декларировать объединение. Можно сказать, придумать параметры, сказать, а вот поэтому параметры красота и власть будут объединены. Все. И сказать, Бог... Почему? Бог всемогущ, мы же придумали это. А почему ты так? Мы придумали какой-то параметр, взяли из мышления, как я показывал. И поэтому параметры Бога один. Все. Мы навязываем миру структуру. И мы выбираем богословие, мы выбираем антологию. То есть, мы живем властью. Так мы приходим как-то. Вот это вот я, на самом деле, оно властвующее. Мы формируем действительность. Оно властвующее изначально, на самом деле. Причем я не только в смысле индивидуального я, но я в смысле социального. Мы в этом мире, как говорил Хайдегер, он об этом очень много писал, мы на самом деле в этом мире распространили себя как именно власть. Он говорил про власть техники, говорил много там. То есть, мы вот это вот, но я не понимал, при чем здесь власть. И мне казалось, как бы это, что всегда это нечто такое притянутое, да, там, политика, при чем здесь вообще политика и философия. А на самом деле, изначально в этом состоит некая власть. Мы изначально, есть некие несоизмеримые области, да, и мы эти области вот схлопываем вместе, потому что мы так хотим, потому что в этом присутствует некая наша воля. Возможность всегда присутствует, да, вот мы всегда можем опять взять вот это и сделать не вы один, и все. Но на самом деле, как бы, если мы все-таки честные, мы понимаем, что мир многообразен. Вот этот, вот рефреном проходит через всю философию то, что все философы стремились мир объединить и увидеть в мире единое. Так на самом деле это является пороком, а не заслугой философов. Как раз задача эта состояла в том, чтобы увидеть мир так, как он на самом деле есть. Как он разделен в себе, как он несоизмеримо существует. Вопрос состоит не в том, как власть и красоту объединить нечто в один кусок, а вопрос состоит в том, как удержаться от того, чтобы этого не сделать, да. Как не навязать свою власть. Вот эта вот власть, прежде всего, есть, например, власть языка. Видеть мир таким, как он есть, реально. Да, именно так. Понимаешь, вот это вот, вот это задача феноменологии. Феноменология задача как раз и состоит в том, чтобы искоренить вот эти вот навязывания, те вещи, которые мы миру навязываем. Мы навязываем миру единство. Везде, всегда. С помощью понятий, с помощью нашей конструкции, с помощью идеологии. Миру мы фактически навязываем свое я. Ну вот, например, все религии навязывают миру единство. В виде того, что Бог один, Он создал мир один, да? Ну, я, мы навязываем я. Я их един. Да. Поэтому и Бог един. Я более-более так скажу, мы навязываем себе самим, что у нас я единый. Мы себе сами навязываем. Точнее, можно было так сказать, социальность так устроена, что в этой социальности мы навязываем там все себе, что мы есть представлять, что это вот я, о котором я говорил про фельд, да, что есть нечто единое. Вот есть и понятны его границы. Вот понятно, что такое я. Мы сразу говорим я, и нам все понятно, мы это не обсуждаем. Что такое субъект? Это вопросы не обсуждаемые, потому что это все ясно, всем очевидно. Все, забыли. Но на самом деле все эти разговоры, они не очевидны. Потому что вот это вот разбиение, которое возникает, когда мы говорим о субъекте. Субъект-объект. Ведь на самом деле о чем тут говорится? Опять же, разбиение такое субъект и не субъект. Вот. Субъект и не субъект. Все, вся та же самая логика. Все то же самое противоречие. Здесь можно сказать, что субъект и объект это оба утверждения. А здесь отрицание. Нет, дело в том, что... Немножко есть разница. Это правильно. Это правильная запись. А это редукция. Так понимается. Я-то понимаю, что и ты понимаешь, что здесь провести вот эту линию невозможно. Где ее проводить? Потому что нет никакого единого я. Нет никакого единого субъекта, которого можно было взять за основание. А все остальное сказать, что это не субъект. Нет такого. Вот примерно вот такие странные выводы на основании такого простого, просто до более простого различия. А я еще потом хочу про марксизм рассказать. Ну, просто сейчас-то уже, наверное, вишни. Ну, как бы, может быть, завтра расскажем. Просто марксизм это является, как бы, и предварительно могу сказать, чтобы людям, которые, в принципе, схватывают, о чем-то здесь разговор шел. Марксизм является манипулятивной теорией, в которой многообразные различия, сведено к этому различию изначального. Ну, да, это... Различию этого... А и не а. И она нас... Причем специально навязывается это различие, специально, чтобы... Манипулировать людьми, что... На самом деле, вы смотрите, видите, тут противоречие, да, как бы тут вот... Это есть... Ну, вы же да, что это противоречие? Да, нет, взаимоисключение. И поэтому вы должны делать то-то, то-то, вы должны отсюда возникать. На самом деле, всегда вот из такого разбиения возникает вы должны. Потому что это манипулятивная... Что такое власть? Во-первых, мы властвуем над реальностью, пытаемся ее овладеть этим, потому что мы полноту ей навязываем. А во-вторых, мы тем самым пытаемся манипулировать другими людьми. Я... Как вот выбор... Другие люди такие... Я показываю тебе выбор, говорю, вот, два варианта. Либо ты проголосуешь там, там, за Пупкина, либо ты просто проиграешь. Все! Других путей-то нету. А то, что другие кандидаты есть, кого это интересует? Все! Вот она, манипуляция. И эта манипуляция, на самом деле, она вот в вершине философии лежит. Она как бы, на самом деле, не просто манипуляция какая-то частная. Это манипуляция всей нашей культуры. Вся наша цивилизация европейская, она вот заложена в этом манипулятивном, как бы, способе рассуждения. И самое интересное, что когда мы избавились от классики и перешли в постклассическую философию, мы вот как раз, прежде всего, искореняем эту манипулятивность. Постклассическая философия как раз она не допускает вот этой манипулятивности. И почему ее и не любят? Почему постклассическая философия в загоне? Потому что она освобождает людей, в том числе от чар марксизма, который живет вот еще вот в этой манипулятивной логике. Да, ну хорошо.